Здравствуйте! В минувшие дни с Байконура стартовал пилотируемый союз с международным экипажем на борту. Этот старт совпал с праздничной датой в истории космонавтики. В начале июня крупнейший в мире космодром Байконур отмечает 58-й день рождения. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. Когда ракета отрывается от стартового стола и за мгновение скрывается в ночной мгле, начинается самое волнительное – вывод космического корабля на орбиту. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть отделение второй ступени. Есть отделение второй ступени. Вычислительный центр космодрома. Глаза и уши ракеты. Именно тут отсчитывают 540 секунд полета до космоса. Есть уключение двигателя третьей ступени. Есть отделение пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-09М». Пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-09М» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Вот в данном случае отделение космического. Выключение двигателей третьей ступени. Вот отделение космического аппарата «Союз». Это означает, что ракета сделала свое дело и до стыковки с МКС осталось недолго. Уже второй раз российский корабль летит до станции не двое суток, как раньше, а всего шесть часов, совершив четыре витка вокруг Земли. Ожидаем касания. Есть касания. Короткую схему этого полета утвердили не сразу. Настояли сами космонавты. Даже на эмблеме их экипажа четыре орбиты вокруг Земли. «Ну вот смотрите, первая, вторая, третья, они как бы идут за станцию, а четвертая, она приближается к станции, то есть на четвертом витке должна быть стыковка». К своей мечте они шли по-разному. Россиянин Федор Юрчихин, итальянец Лука Парметана и американка Карен Найберг. Юрчихин волей судеб свой первый полет совершил на американском шаттле. Потом дважды летал на «Союзах». «Старт на шаттле всегда сложнее, тяжелее, это более мощная ракета, а вот посадка, конечно, на шаттле происходила в более комфортных условиях, чем на «Союзе». Короткая схема полета дает возможность доставить на орбиту биологический груз, который не перенес бы долгого пути. Астронавт НАСА Карен Найберг планирует поставить на МКС ряд медицинских экспериментов. «Мы собираемся исследовать плотность костей позвоночника с помощью ультразвука. Кроме этого, изучаем сосудистую систему, состояние сердца, глаз». Когда все чаще говорят о миссиях к дальним планетам, физические кондиции выходят на первый план. Федор Юрчихин в этом плане как эталон. Не так давно совершил восхождение на Эльбрус, а теперь покоряет новую высоту. И это в 54 года. «Главное в скафандр влезть и в кресло сесть. Все остальное нормально». Короткий спринт к орбите означает особенную нагрузку на бортинженера Луку Прометана. В первую очередь в знании русского языка. «Конечно, все в порядке». Для него это первый полет, но упорный итальянец доказал, что сумеет постичь сложную кириллицу и томать тех документации. «Русский язык поначалу мне давался с большим трудом. Но когда ты начинаешь его учить, разговаривать с людьми, это становится окном в новый мир. Я счастлив, что мне удалось выучить новый язык». Он будто впитал в себя все солнце родной Южной Италии и делится теплом и жизнерадостностью со всеми вокруг. Лука быстро покорил обаянием Центра подготовки космонавтов. «Он всегда такой счастливый, он просто наслаждается каждым днем, каждой минутой здесь. И я уверен, он проделает на орбите просто фантастическую работу». Миссия Прометана на орбите — не только эксперименты. Как и многие итальянцы, Лука — отличный музыкант и певец. «Прометана» даже выбрал себе космический саундтрек — песню «Валаре», в переводе на русский «Летать». А вот музыкальный мотив, под который космонавты начинают путь к своей ракете, остается прежним. Как не меняются и чувства родных, которые расстаются с экипажем. Одинаково переживает и муж Карн Найберг, бывалый астронавт Даг Хёрли, и супруг Юрчихина Лариса, провожающая мужа уже в четвертый полет. «Самое главное на путьстве — береги себя». Их позывной — Олимп. Когда над космодромом нависает звездное небо, миссия к вершине начинается с нулевой отметки. «Гигантский цветок стартового комплекса распускается за полчаса до пуска. Сейчас разводится фермообслуживание. Это означает, что к пуску все готово, а значит отсюда все должны эвакуироваться». «Счет эвакуироваться во масштабное расписание». Первое июня — день защиты детей. Накануне школьных каникул ракетно-космические центры распахнули свои двери для подростков. «На связи экипаж Международной космической станции. Ведите себя хорошо. Нам отсюда все видно. Будьте любопытными, будьте отважными. Стремитесь узнавать новое, мечтайте». О таком уже орловские школьники и не мечтали. Звонок не просто именитому земляку. Общение с орбитальной станцией — лучший подарок ко дню защиты детей. Перед началом сеанса — короткий инструктаж. К разговору с орбитой надо готовиться. «Задержка звука и изображение будет разниться. Пять секунд дождитесь, пока космонавт Александр услышит ваш ответ». На прямой связи с Центром управления полетами орловчанин Александр Мисуркин. Телемост, Земля, орбита — общение не просто с земляками. Все они воспитанники одного классного руководителя — Зои Алексеевны Домниковой. «И приехали самые маленькие наши. Такую дорогу вы терпели. Мы все тобой очень гордимся и желаем тебе скорейшего, мягкого приземления». «Спасибо огромное, Зоя Алексеевна. Спасибо, родная моя. Я желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Ребятам обязательно мечтайте и не бояться идти к своей мечте». От «Орла» до московского ЦУПа целый день пути. Даже до своей орбиты Александр Мисуркин долетел быстрее. За пять часов. Мечтает отправиться и дальше. И, быть может, покорить Марс. «Когда был курсантом качества высшего военного училища. И именно тогда я сказал, что я хотел прилететь на Марс. Страшна соседняя рота. На следующий день сказал, «О, друг, привет, привези мне марсианских яблок». «Я все еще надеюсь им их привезти». Их интересовало все. И что было бы, если бы мечта не сбылась? И какие талисманы у Александра на орбите? И ждет ли космический экипаж встречи с инопланетянами? «Если они к вам привлекат, то мы будем очень рады с ними познакомиться». «Каковы перспективы попасть в космос для молодой, красивой, умной, привлекательной девушки?» «Еще главное добавить целеустремленности, желания и терпения вести к поставленной цели». Провел теперь уже известный космонавт Александр Мисуркин и короткую экскурсию по своему орбитальному дому. Здесь, с космической высоты, он всегда пытается найти свою родную пять земли. Футурологи предсказывают, уже к середине столетия Луна станет центром туризма для землян. Многие известные компании даже разрабатывают туристические маршруты. В числе самых популярных мест – море дождей, на побережье которого остались следы русского лунохода и американского корабля «Аполлон-15». На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова